итак у нас тут очередная армии x у ребят у нас сейчас две армии будет отлично мы разобьем всех и сразу буквально за один присест очень удачно тут подвернулся у нас лорд ливий который страдает за всех я думаю может быть дать ему дострадать какая к черту разница но нет нет мы конечно же будем своих спасать давайте только посмотрим против кого мы выдвигаемся и кого именно мы будем спасать и от кого и так берсерк медвежьего когтя 69 это дофига откровенно говоря это конечно не демонические магнусы но практически как магнус и еретики ну так где-то на уровне шамана таинственных гор 105 войны таинственных гор практически пять сотен человек плюс налетчики ну им конечно грош цена однако тут же личные стражи волка 39 то есть это по моему те же самые берсерки только уже естественно пешие приспешники бандиты ну в общем в остальном уже пошла шушера просто из тех войск которые они тут набирали самое главное что у них полторы тысячи пленников из которых мы почти что сто процентов себе сможем собрать практически армию мечты ну и нет никаких сомнений что этих противников нам удастся разбить и самое главное думаю что это сражение будет у нас невероятно интересно давайте начинать что собственно говоря сиськи мять хотя на самом деле еще две секунды бы подождал все равно там ливии никуда не денется а вот нам бы еще немного силушек наших восстановить было бы не лишне но в общем то ладно без четырех человек я думаю врагов модели им кто у нас одного лебарчика серебряного тумана нет один центурион теневого легиона не очень себя чувствует всадник пендера и кто еще ну и наверное кто то еще там не так уж это важно самое главное надо своим помогать и что интересно в принципе и сливием у нас плохие отношения я думаю что если мы сейчас можем правда это будет сделать все таки тяжело хотя бы по той причине что перевес противников слишком велик то в этом случае наши отношения с ним надеюсь что очков так на 30 возрастут хотя не я вот таки скажем не факт слушай а ты у нас что ли был вот предвестник убийцы я смотрю такой в первых предах скачет смелый блин так ребята ребят всем атаку я не знаю если у вас тут есть лучники сданьте пожалуйста подалечки сейчас нам надо врага только ловить встречать 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 то есть никаких атаках речи естественные быть не может врага слишком много но сил для того чтобы его обуздать в целом нас должно хватить хотя если бы а я не так глупо это глупо подставиться и наш там по моему вещевое босс далековато в принципе если мы сейчас у этого парня свалим и не дадим никуда вот этой коняки убежать то в принципе в принципе нормально живем все могло быть гораздо дуже да конечно не такая скоростная лошадина но относительно бронированная нет 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 суды увольте в принципе разобравшись с берсерками медвежьего когтя битву по сути и сделаем остальные враги не так сильны есть конечно еще там не шаманы называются или до шаманы дворцев забыл точного наименование но приблизительно так все и есть так берсерк стой стой берсерк лучше стой готовченко так а кстати вон вон он наш этот сундучок заветный давайте в него мы сейчас и заглянем оттуда вытащим для себя еще один комплект стрел и будем факту радоваться жалко еще только лошадь сразу нельзя сменить но с другой стороны может быть она и хорошо хотя я думаю иногда бы очень сильно хотелось я только не проверял когда ты пеший то есть катя с лошади сбили можешь ли ты из рюкзака лошадь вытащить или все-таки уже не можешь потому что сменить одну на другую нельзя совершенно точно а вот можно ли ай-яй-яй как 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 они все очень плохо ребята все очень и лошадка еле живая и окружили зараза так а у нас кстати все не очень то по сути здорово нас лупит 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 и у нас уже подкрепление должно по луике вещей подойти уже пора как бы да сейчас у нас конечно будут потери очень большие не естественно большие с этим мы также ничего поделать ровно не можем врага слишком много все-таки полторы тысячи это не хухры-мухры лучники конечно пытаются что-то делать тяжело тут и берсерков очень много конечно по-хорошему эти армии надо разбивать по отдельности но это будет слишком просто все-таки про полторы тысячи пленников мы вообще новую армию можем сделать даже если у нас больше ни одного бойца и не останется опять они конечно если мы победим все-таки останутся как ни крути так 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 это слишком много стоит очень много ни ци нет сейчас марка забавит ай-яй-яй-яй-яй но мы еще будем это трепутаться не выдохаться ах ты ж жар ай давим 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 все не выкрутится итак давайте подсчитывать потери 78 убитых 203 человека раненых при этом при этом все а тут еще союзник наш страдал неизбывная печаль шаманы таинственных гор 50 по моему их около половины завалили воины таинственных гор только чуть более пятой части берсерки соответственно конные 64 их было 69 по моему то есть практически все легли налетчики но тут они только начали пребывать несколько уланов мы там видели авантюристов авантюристов героев кстати 13 человек ни много ни мало и естественно что они огреблись основательно но теперь у противника все еще чувствительный перевес но теперь его качество войск относительно будет уступать нашему единственная печаль это слишком слишком большое количество слишком большое количество у нас лучников в составе войска у них слишком большое количество кавалерий пускай даже и никудышней кстати лучников то самое печальное сейчас придется тоже вперед продвигать в противном случае они просто будут практически бесполезны естественно что в такой форме они нам нафиг не нужны давайте давайте ребят пока наши конники за вас уверенно сражаются пока мы держим врага вам просто будет крайне необходима ваша помощь и поддержка с помощью существования так называемое сучники которые здесь и в составе войска и на поле боя есть в топовом виде и естественно что они в состоянии себя защитить более чем полностью можно рассчитывать на то что всех супостат они просто заломают обойдитесь с ними скажем так не полить корректно так налетчик давай ложись кто нас еще хочет лечь ох уж этот медвежий коготь ох уж эти горцы давай так ручники еще два шага вперед не то чтобы это не два шага а 10 шагом вперед он начинает в голове работать F2 F1 поэтому F2 два шага так ну тут пребывают фонные но весьма бесполезные воины которым по сути грош цена ну за них приходится платить если вы их просто и войско держите что конечно весьма бесполезно я бы сказал слишком безвкусно в принципе в берсерте медвежьи упорки не так плохи но по-моему войск это как раз к себе взять и при всем желании нельзя хотя было бы круто такая возможность давалось бы можно конечно там по 4 в ходе покопаться во всех там этих документах настроек но мы же порядочные люди правильно и кстати что интересно и я не понял почему это сработало почему это сработало именно так когда мы еще были только под не Абендором а где там в общем последнем самом западном городе бывшем Хельцвейнском когда я его брал почему-то у нас сработало антидостижение это грабитель караванов когда вы грабите их 20 деревень либо 40 караванов в этом случае вам дают антидостижение не помню уж как он точно называется короче минус к харизме одно очко но у нас там ее и так было 30 одно стало ровно 30 это нам по сути никак не помешало и ничем страшным и непоправимым не оказалось тем не менее оно сработало уже после там трех дней когда мы последний раз вообще встречали какой-либо караван не то что его грабили и что самое интересное по моему подсчету к тому моменту когда это сообщение вышло мы уже награбили караванов наверное ну штук 100 не меньше при этом я думал или по крайней мере мне казалось что заграбительство не считается это грабеж караванов когда мы это проделаем военное время допустим мы у кого-то находимся на службе объявляется война либо же против нас объявляют непосредственно войну как государство и мы воюем и по сути караваны наши являются законной добычей но к сожалению это оказалось как-то не так и все произошло достаточно сумбурно и странно тем не менее сейчас практически последние остатки действительно боеспособных частей горцев как они называются клана какого медвежьего когтя точно побеждены личные стражи волка легли пять берсерков конных медвежьего когтя тоже пострадали и теперь у нас хоть и всего на всего 156 вояк готовы в битве но зато какие это вояки мы то их знаем практически всех в лицо естественно что врагам с нами ну никак не совладать хотя у них еще кавалерии относительно много вот этих вот степняков бестолковых что они могут поделать в таких замечательных воинах как мы пускай там много лучников конечно было приятно если у нас там было кавалеристов побольше топовых им все равно с нами не совладать опа тут даже стрелец рейда кшар попался не знаю там благородный стрелец я их не очень-то различаю хоть мы в последнее время только против кшара и боролись но это время было откровенно говоря недолгим то есть война была самой масштабной по размаху по количеству одновременно захваченных городов и крепостей в кратчайшие сроки но при этом сама война по продолжительности своей была не высокой и по количеству полевых сражений особенно непродолжительной кстати наверное лужника мы все-таки слишком упрометчиво разместили так близко не то чтобы как-то мы от этого сильно страдали но в принципе надо было их уже чуть ранее начать отводить потихоньку и 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 Не те, чтобы об них сильно печалиться И, кстати, неплохо Неплохо нам в щи пробил этот, казалось бы, абсолютно бестолковый коник Даже он что-то умудрится совершить достойное Ай-яй-яй, уже, казалось бы, он не достает свои киза Нет, по-моему, это все-таки алебарда Но, тем не менее, цепанул под самый конец Лучники, я не знаю, вдруг команду случайно дал Все стреляют по готовности То есть никто не ждет, никто не простаивает Кстати, наверное, чтобы это оптимально все прошло Ребят, давайте куда-то туда Куда-то отступаем, отступаем, отступаем Потому что сейчас уже нам и доминирующая высота утеряна И полноценный огонь вести на дальние расстояния просто не получается Враги тут под ногами носятся Тут даже тяжелые марлёнские всадники с марлёнского баннерата Кого-то только уже нет Ну ладно, их мы тоже одолеем Никуда они от нас не уйдут И с нами они ничего критически опасного не сделают Солёнские сквайры практически сборная солянка Народов мира даже, наверное, чуть больше, чем у нас Ну, по крайней мере, по разнообразию Составы, конечно, гораздо слабее наши сильные уступающие Так, ребят, вы там нормально? Да, в общем, неплохо себя чувствует Хотя, конечно, число убитых и раненых сильно возросло И знаете, у меня уже даже какая-то мысль А не проиграем ли мы эту битву Вот самый-то занавес Вроде всё хорошо, но... Ну, не всё так хорошо У нас осталось 42 вояки У противника ещё 140 И при этом очень-очень много всадников ещё в живых Слишком много всадников в живых Пускай, да, они слабые Но, в принципе, им достаточно будет Нас свалить, уронить Давайте-ка мы отступим Нафиг, перестрахуемся 380 вражеских вояк полегло И у нас 36 против 166 Фу, солдат противника Я не знаю, ребят, давайте пробовать Давайте стараться пробовать отступать назад Я не знаю, удастся ли нам врага завалить Не удастся ли, но мы будем пытаться Давайте сейчас поступим следующим образом Положим пока что щит в загашник Возьмём ещё один дополнительный комплект стрел И выйдем в таком составе То есть будем пытаться противника Именно за счёт наших стрелковых умений растягивать Сначала обрабатывать кавалерию врага Потом займёмся их пехотой Ну, в общем, постараемся увеличить собственный клад Клад в битву Я надеюсь, что нам это удастся сделать в должной мере И в присущей нам достаточно красивой Эффектной манере Посмотрим Нет, я ещё и в своего попал Так, у нас тут каждый наперечёт Так, ты сейчас упадёшь Да и вы все упадёте Ребята, ребята, ребята Не надо всё равно удержаться Я знаю, что вам это не к лицу Вы не привыкли это делать Вам некомфортно Так что давайте все по одному В первую очередь, конечно же, всякие там Всякие-всякие Всякие разные Блин, тут ещё и джату Ну, как я их всё-таки не люблю Тут они вот самое-самое не кстати Слух нас ещё 29 стрел Отлично Тут уже и вражеская пехота подтягивается Слишком близко А наши ещё Не успели полноценно Хотя как не успели? Практически все-то и успели Если так посмотреть Тут у нас отдельные, допустим Бронированные Бронированные арбалетчики имперские Все тут Правда уже, не знаю Наверняка не удастся добраться нам Спокойно Если только Будем специально бегать Не удастся нам, наверное Добраться до собственного А нет Слушайте, добираемся Почему не удастся? Хотя вот, конечно В одиночку сражаться Против этой толпы Было бы безумием Наверняка Какая-нибудь единственная шальная стрела У нас тут как раз и Нам и положит конец Ребят, ребят, ребят Все, кто там не есть Не знаю Конники, не конники Ой, не конники Лучники, не лучники Все в атаку Так, а мы пока что Пока что Нет, щит не берём Берём ещё один Комплекс стрел Берём ещё стрелы На утро Отлично Потому что Именно В таком виде Мы будем Наиболее Эффективны И полезны В ближнем бою У нас С такой скоростью Разбираться с противниками Просто На просто Не получится А что наши лучники Они по идее Должны Давить вот эту Всю шуку Только не ура Может быть Им, конечно Стоило сказать Чтобы они Не использовали Оружие дальнего боя И просто шли-шли-шли Такой В общей куче В принципе Справляются Справляются И молодцы У нас один убитый Трое раненых То есть По сути Мы почти что Никого и не потеряли Фух Ну что ж Даже этот Мега серьёзный Опасный Противный враг Был побеждён Спасли мы Ливия При этом Спасли То есть От столько От настолько Огромной угрозы И всего улучшения В отношениях На плюс 4 Да он должен Там, не знаю Молиться на нас День и ночь И всякое такое Ну а волк Предвестник Убийца Попадает к нам В плен Мы ликуем Давайте просто Обзорно Сейчас покажу Какие здесь Войска есть Всем интересующимся Ну а потом Просто наберу Необходимую Силу Посмотрим Какие у нас там Армии противника Ещё в живых Остались И на этом уже Будем завершать Крупные наши Сражения И постепенно На этом завершать И прохождение Останется Лишь малость Продолжаем Ребят Наше избиение Ну не младенцев Конечно А сильных армий В том числе Армии еретиков Которая в данный момент Стоит на нашем пути И которая конечно же От нас Никуда далеко Не убежит На текущий момент На текущий момент Это самая последняя армия Которая Осталась Из крупных армий Вторжения И нам по сути Остается лишь Принудить Всех остальных К нашей Власти И силе Возможно Придется для этого Как раз Объявлять войну Возможно Нам ничего Объявлять не придется Но Скорее всего Придется нам Объявить войну К шару И просто Ну почти что Ждать Пока Все сами Придут к нам Пока Они не соберутся И не решат Что пора бы Встать Под Наше управление Естественно Что когда этот момент На встанет Я его вам покажу Ну а все Что будет Расходить До того Мы просто отпустим Потому что Это будет Мега скучно И неинтересно А я конечно Так Что сейчас У Ливия Под командованием 1200 Сидать Боец И говорит О многом Ребят Давайте Подтихоньку Уже Проигрывать Я имею ввиду Чтобы нам Проигрывали Естественно Отлично Вторая стрела Третья Четвертая Все Четырех стрел Никто еще Не переживал Но это На собственном Опыте Убедились Теперь знаем Достоверно Точно Получай Дружище Кстати Наверное Это отчасти Она собережет То что Лошадка Теперь Не такая Шустрая Она Не позволяет Сразу Вомчаться Там Стан Врага Куда-то Очень далеко И глубоко И наполучать Сразу Триунделей Зато Позволяет Жить долго И относительно Счастливо Плюс Раздавать Врагам Время Времени Так Мне кажется С нашей Стороны Точнее С той стороны Нашего Подкрепления Оказывается Все совсем Не так Там-то Наших Подкреплений Нет Оттуда Бегут Противники Как бы Мне в голове Помешалось Чудно Так Ну что там Наше Подкрепление Подтянулся Тут же Враг Начал Основательно Огребать Кстати В последний раз Когда набирал Как раз Наше войско После сражения С армией Таинственной Горной С ней И против Волка Предвестника Убийца Одновременно В итоге Решил Что Сделать упор На конную Нашу армию Поскольку И сражаться Приходится В первую очередь С врагами В поле Конными Вооруженными Достаточно Серьезно И решил Взять с собой 70 Там Было И 60 Уланов Джат То есть Даже Выкинули Гвардейцев Практически Всех У нас 45 Оставил В итоге Десяток Взял Всех Уланов Выкинули Там еще Много Кого Часть Арбалетчиков Простых Соответственно Имперских Лучников Терцвейна Лучников Этих Самых Как они Там Обзываются Лучников Сарлиона Бронированных Их там Оставалось И тех Других По десятку Или даже Меньше Выкинули Всех Барклайских Наших Наемников Которых Тоже Уже Оставалось Они Правда Не наемники Они Числились Как Боина Тем не менее И от них Мы избавились И по сути У нас Такой Очень Мощный Состав С упором На Конец И Нюш Да Слушайте Он бежал Он убегал С полю боя Авантюрист Кто бы мог Подумать Кто бы мог Подумать Да И конечно Мы видим Сейчас Разницу Всего Навсего 43 Убитыми Это Очень Приличная Цифра Очень Приличная То есть Для нас В данный момент Скромная Так Сейчас У нас По всей Видимости Нам предоставляет Противник Возможность Давайте Тогда Выстроимся Полноценно Подготовим Группировку Нашу К атаке Не будем Сильно Спешить Просто Полноценную Атаку Организуем Пехотинцы Практически Без остановки Вот как Движутся Бегут 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 Туда К стану Противника И потом Главное Не забыть Всех 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 Послать В атаку Давайте Кстати Сразу Всех Подготовим Выберем Ух Вы просто Посмотрите На эту толпу Нет Нет Вы это Видите И я Это Вижу Правда Охренеть Так Пехота Бежит Давайте Кавалерию Тоже Не будет Сильно Отставать Прям Сразу Все Ближе 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 К врагам И по сути Да все Без исключения Все в атаку Ребят Все Все в атаку Теперь На врага Просто Такая толпа Она у вас Прям Что с ней делать Ничего Только ложиться И умирать Практически Хотя они лежат На склоне Несколько стоят Ну что Этот слон Против Такой Аравы Естественно Отряжение Ничего Даже Если бы Вот такая Именно такая Вражеская Армия Крепилась На холме Ни единого Шантаза У них не было Да у нас Были бы Потери Но И бессмертность От этого Не уменьшилась Ну что А Порой Даже Бывает Что Навод Владения Тем Илиным Оружием Улучшается Недавно Было Только Метать Ну что Что ж Ребят Теперь Врагов Практически Не осталось Те Которые Нам Сейчас Готовы Сопротивляться И осталось Лишь Дождаться Момента Когда Мы Сможем Всех Лордов Еще Доныне Которые Служат Шар Переманить На нашу Сторону И после Этого По сути У нас Прохождение Будет Завершено Ну а пока Что Большое Спасибо За внимание Для вас Играет И комментирует Никита Увидимся В следующий Раз И думаю Что Этот уже Следующий Раз Будет Окончательно Последним Пока Пока